Наше проклятие – сонная болезнь излечива. Проснувшиеся не могут поддерживать старые связи. Что-то у них там меняется во время болезни. Мы все им чужие. Привет, я Клифф Хенгер, и это фильм «Стальная хватка». Потомственный рестлер становится жертвой семейного проклятия. На пути к титулу чемпиона он постепенно лишается всех братьев по разным трагическим причинам и разочаровывается в семейном деле. Фильм, основанный на реальных событиях, начинается с черно-белой предыстории. Рестлер Джек Фридс фон Эрих выступает на арене. Перепутав первое правило бойцовского клуба с чем-то другим, Джек устраивает шоу на потеху публики, якобы избивая оппонента и завершая бой фирменным фаталити – «Железный коготь», он же «Стальная хватка». После выступления его на улице ждет жена Дори с двумя сыновьями. Джек показывает им новенький автомобиль, прикрепленный к дому на колесах, в котором они живут. Он приобрел тачку, чтобы выглядеть солиднее и заработать более выгодные контракты. Однако супруга недовольна покупкой, полагая, что им это не по карману. История переносится вперед во времени, в 1979 год. Кевин, один из сыновей Джека, начинает утро с пробежки, после чего качает железо для поддержания формы. Попутно он вспоминает свой бой за звание чемпиона Техаса по рестлингу в тяжелом весе. Тогда он одержал победу эффектным прыжком с канатов. За завтраком отец обращается к младшему сыну Майку, чтобы поговорить о его будущем. Майк хочет заниматься музыкой, в то время как трое старших братьев делают спортивные карьеры. Кевин – чемпион, Дэвид готовится к дебюту в рестлинге, а Керри готовится к Олимпиаде, будучи метателем диска. Позже Кевин просит мать заступиться за младшего, но та отказывается, полагая, что муж сам разберется, как воспитывать сыновей. Кевин записывает интервью с элементами трэш-тока перед грядущим выступлением, где в паре с ним должен дебютировать брат. Участие Дэвида держится в секрете, поэтому он не может прийти на помощь, когда старший брат сбивается, не в силах записать обращение к сопернику. Однако в вечер выступления спортсмены дружелюбно обсуждают план на бой, расписывая, кто что будет делать. В своем дебютном бою Дэвид помогает брату сохранить чемпионский пояс. После братья раздают автографы поклонникам. Кевин знакомится с Пэм, при встрече он ведет себя заторможенно и глупо, вынуждая девушку выступать инициатором первого свидания. В кафе парень рассказывает, что на самом деле он не самый старший ребенок. Его старший брат погиб еще малышом. Эта трагедия якобы связана с родовым проклятием. Отец сменил фамилию с родной на Эрих, девичью фамилию матери, в семье которой постоянно происходили несчастные случаи. Но сам Кевин в это суеверие не верит. Тем временем отцу сообщают, что Международная ассоциация рестлинга хочет дать шанс его сыну заполучить титул чемпиона мира. Для этого Кевину предстоит сразиться с действующим чемпионом Харли Рейсом. При этом первый бой будет пробным. Только одолев соперника, парень получит шанс на титульное противостояние. Атлеты сходятся на арене в бескомпромиссном и насквозь постановочном сражении. Рейс первое время одерживает победу, несмотря на то, что Кевин отвечает. Юному борцу даже удается уложить бывалого оппонента на канвас. Но тот поднимается и выбрасывает выскочку за канаты. Рейс прыгает следом и проводит бросок прямо на бетонный пол. Не привыкший к такому уровню реализма Кевин едва встает, пока рефери, как дюже грамотный козленок, считает до десяти. Он с трудом возвращается на ринг, где Рейс хочет еще раз швырнуть его. Парень вырывается и наносит ответные удары, едва не уложив оппонента на спину. Теперь уже чемпион вырывается, в процессе вышвыривая с ринга судью. За это Рейса дисквалифицирует, но он продолжает якобы избивать Кевина. Тогда в процесс вмешивается Дэвид. Влетев на ринг, он атакует чемпиона сзади, выбивая его за канаты. Братья берут микрофон и выступают перед зрителями, зарабатывая очки популярности за счет трэш-тока. После боя в раздевалке отец хвалит Дэвида за шоу и выговаривает Кевина, который слишком медленно поднимался после броска. Когда он уходит, младший брат поддерживает расстроенного спортсмена. Керри, четвертый из братьев, готовится к Олимпиаде Швыриадиски. Но выясняется, что правительство в рамках программы «Спорт вне политики» велит спортсменам бойкотировать игры в Москве. Лишившийся дальнейших перспектив, атлет возвращается в отчий дом, где родня встречает его распростертыми объятиями и дружеским матчем в американский футбол. За семейным обедом Пэм знакомится с родней Кевина. Она узнает, что Майк играет в группе. Сегодня вечером они должны выступать, но родители запрещают несовершеннолетнему сыну ехать на концерт. Тогда братья вместе с Пэм помогают ему тайком сбежать и везут на выступление. Пока остальные наслаждаются музыкой и выпивкой, девушка коварно заманивает Кевина в автомобиль, где цинично срывает цветок его залежавшейся девственности. Вскоре отец предлагает Керри выступить вместе с братьями на ринге. Тот соглашается, и они втроем колесят с гастролями по стране. Выступают, тренируются, отрабатывая хитрые удары и приемы, а также качают железо, чтобы поддерживать себя в форме. За представление команды отвечает Дэвид, природный артистизм которого делает его ярким шоуменом. В 1983 году, одолев команду «Потрясающие вольные птицы», братья фон Эрихи становятся чемпионами мира среди трио. Выступая перед публикой, отец называет их величайшей семьей в истории рестлинга и грозится, что его сыновья завоюют индивидуальные пояса чемпионов. Такой шанс вскоре выпадает. Промоушен предлагает харизматичному Дэвиду побороться за пояс, но сперва ему нужно откатать обязательную программу в разных штатах и даже в Японии. Без этого никто его чемпионом мира не назовет. Хотя Дэвид не хотел составлять конкуренцию Кевину, он соглашается. Сам Кевин параллельно со спортивной карьерой налаживает жизнь с Пэм. Они съезжаются в отдельную квартиру и связывают себя узами брака. На свадьбе новоиспеченный муж застает Дэвида в туалете. Тот блюет кровью, но отказывается обращаться к врачу. Брат просит прощения за то, что согласился сразиться за чемпионский пояс. Но Кевин говорит, что не держит на него зла. И первому из всей родни рассказывает, что Пэм беременна. После свадьбы Кевин навещает отца, где узнает страшную новость. Дэвид умер в Японии от разрыва кишечника. Коря себя за то, что не убедил его обратиться к врачу вовремя, он находит открытку от брата. Тот пишет, что у него взяли автограф, перепутав с Кевином. На похоронах братья помнят оставление отца, что мужчины не плачут, не проронили ни слезинки. Вечером отец напоминает, что несмотря на трагедию, у семьи есть дела. Им нужно завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе. Чтобы решить, кто из братьев Кевин или Керри отправится на бой, отец подбрасывает монетку. В следующей сцене Кевин разминается на камеру, глядя, как брат выходит на претендентский бой. Пока мужчины в отъезде, мать смотрит выступление по телевизору. Керри становится новым чемпионом мира в тяжелом весе. Привезя домой пояс, он равнодушно любуется им, заливая чемпионские амбиции пивом. Когда входит Кевин, брат говорит, что поедет прокатиться на любимом мотоцикле. И как герой асфальта отправляется разрезать фарой ночное шоссе. В следующей сцене Кевин просыпается в постели и, встав на костыли, идет на кухню. Становится ясно, что после аварии на мотоцикле он потерял одну ногу. В это время Кевин с супругой и новорожденным сыном идут в паспортный стол, чтобы поменять фамилию с бабушкиной на дедушкину. Проклятие может быть и чушь, но череда совпадений слишком подозрительная, чтобы рисковать. За неимением более подходящих кандидатов Кевин начинает тренировать Майкла. Вскоре тот дебютирует на настоящем ринге, но, выполняя дроп-кик, он неудачно падает, повреждая плечо. Беда, как известно, не приходит одна. Во время операции Майку выпадает еще один уникальный шанс. У него случается осложнение, в ходе которого парень впадает в кому. Кевин все сильнее задумывается о мифическом проклятии. Когда Майк выходит из комы, пережитое накладывает на него отпечаток. Он получает необратимые повреждения мозга, что сказывается на умственной деятельности и реакции. Несмотря на все это, Родня продолжает делать вид, что все будет хорошо. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Карьера Кевина потихоньку сбавляет обороты. Он вынужден выступать с другими рестлерами в команде, но все больше времени проводит за пределами ринга, пока вся слава достается товарищам. Керри примеряет протез, чтобы вернуться на ринг. Но первые тренировки сопряжены с болью. Он не может бегать. Каждый шаг на канвас рискует закончиться подвернувшимся протезом. Майк пробует вернуться к игре на гитаре, но после кома руки плохо слушаются. Не в силах смириться со своим нынешним состоянием и тоской в глазах родных, когда они смотрят на него. Музыкант закидывается упаковкой таблеток, запивает их пивом и, оставив прощальную записку, уходит ночью из дома. Утром вся семья отправляется на его поиски, но находит лишь бездыханное тело в поле. На похоронах очередного брата Кевин продолжает держать морду кирпичом, как учил отец. Свою печаль он выплескивает на тренировках, делая пробежку между канатами и упорно занимаясь поддержанием физической формы. Он чаще ночует в спортзале, нежели в квартире с женой и сыном. Ему предстоит бой с действующим чемпионом Риком Флером. Сражение между ними протекает в такой манере, что кажется, будто они действительно избивают друг друга. Но показушное насилие продолжается ровно до тех пор, пока Кевин не применяет коронный семейный захват – стальные нервы, стальная плоть, стальная хватка когтей. Он игнорирует предупреждение рефери, до последнего вцепившись в голову соперника, пока охрана не оттащила его. После боя закончившегося дисквалификацией, Флэр с окровавленной головой и сохраненным чемпионским поясом заходит в раздевалку, предлагая устроить реванш. После такого сражения продажи билетов и трансляций взлетят до небес. Но Кевин, переосмысливая свою жизнь и ориентиры, отказывается. Спортсмен возвращается в семью, где растит двух сыновей, параллельно присматривая за спортзалом отца и его промоушеном, тренирующим новых бойцов. Однако спустя несколько лет супруга вновь на сносях, а в квартире становится слишком тесно для растущей семьи. Кевин получает предложение от конкурентов продать дело. Во время визита в отчий дом он обсуждает это с батей, но тот категорично запрещает это делать, под угрозой большой ссоры. На Рождество семья собирается под крышей отцовского дома. Помимо семьи Кевина туда приезжает Керри. Он выступает на ринге, скрывая ото всех протезирование ноги. Отец гордится им больше, чем Кевином. Получив от Керри в подарок пистолет для своей коллекции, мужчина прячет его в шкаф вместо того, чтобы сделать положенный в таком случае пробный выстрел. Сын недоволен таким решением, что едва не приводит к ссоре. Вскоре после этого Керри среди ночи звонит Кевину, чтобы рассказать о своих переживаниях. На фоне всего случившегося с их семьей, ухода жены и прочих неурядиц, Керри подумывает о том, чтобы свести счеты с жизнью. Брат спрашивает, где тот находится, обещая приехать за ним, но тот вешает трубку. Тогда Кевин звонит отцу и просит присмотреть за братом. На следующий день Кевин едет в отчий дом, где находит пустую машину и открытые на стеж двери. Он слышит выстрел и бежит к огромному дубу, за стволом которого Керри застрелился из подаренного пистолета. Сюда же приходит отец. Кевин обвиняет его в смерти сына, мол, не присмотрел за ним и не оказал моральной поддержки. Он нападает на старика, едва не задушив, но вовремя берет себя в руки. Подняв тело Керри, парень идет в дом, где кладет его на стол. В следующей сцене Керри выходит из дома, прыгая на двух ногах. Он плывет в лодке по реке, оставляя в качестве платы монетку, ту самую, которая выбрала его когда-то для сражения за чемпионский пояс. На деревянном пирсе его уже ждут братья, Дэвид и Майк. Вместе с ними находится маленький мальчик, самый старший брат Джеки, погибший еще ребенком. Все братья обнимаются, пока последний оставшийся в живых Кевин скорбит над телом Керри. После этого Кевин продает семейное дело конкурентам, несмотря на запрет отца. Помимо этого, у бати и так проблем хватает. Мать, похоронив четырех из пяти сыновей, разочаровалась в семейной жизни и перестала исполнять роль послушной домохозяйки, предпочитая заниматься живописью, своим давним увлечением. Кевин вместе с детьми и беременной женой перебирается в загородный дом. Видя, как сыновья носятся по лужайке, он не может сдержать слез, тоскуя по братьям. Заметив это, дети бегут к нему. Тот извиняется за слезы, полагая, что мужчины не плачут, но дети с детской непосредственностью напоминают, что они постоянно плачут. Они спрашивают у отца, отчего тот грустит. Кевин признается, что у него не осталось братьев. Тогда сыновья говорят, что они станут ему братьями. И растроганный отец идет играть с ними в мяч, пока камера отдаляется все выше и выше. Фильм заканчивается исторической справкой о том, что в 2009 году семья фон Эрихов была внесена в зал славы рестлинга и до сих пор считается самой выдающейся семьей в этом виде спорта. Кевин и Пэм женаты уже 40 лет и живут на ранче вместе с четырьмя детьми и тринадцатью внуками. Редактор субтитров А.Семкин